Привет, други мои! Сегодня у нас конь-огонь! Конь-огонь, но мертвый! Человек немножко, можно сказать, по неопытности, не следил за маслом, а просто от замены до замены ездил и не думал. Ну, масло имеет свойство выгорать, мопед имеет свойство со временем изнашиваться и начинать брать масло. И это, если не следить за уровнем масла в течение езды, тем более на таких бодрых мотоциклах, может это все привести к печальным последствиям. Сейчас вскроем, посмотрим, что у него случилось. Короче, ребята, подлил я подсвечку бензина. Вот. И попробовал покрутить. Подключил аккумулятор. И сейчас попробуем, что получится. Покрутил я его, он стал схватывать. Покрутил я его, он стал схватывать. Работает. Работает. И не дымит. В принципе, работает. Не знаю, что думать. Так, ребята, ради профилактики сниму я ему карбюратор. Посмотрю. Потому что у меня такое подозрение, что что-то просто засралось в карбюраторе и он задавился. И так похоже, как будто это заклинило мотор, стал клиниться. Там гайка, наверное, сорвана. Легче снять тогда. Вот так. Ключ возьму. Открутил я крылья. Сейчас открутим бортовой компьютер. И бак снимем. Бак снимем, чтобы добраться до карбюратора. Помощник. Так. Краник. О, тут еще один краник. Снимем. Тут два бака. Вот второй бак. На второй бак стоит бензонасос. Вот. Тут он подключен вакуумником. Сделано все хитро. Хочу посмотреть фильтр бензиновый. Как он чистый, не чистый? Вроде грязи нет. Значит, тут у нас все хорошо. Сейчас снимем карбюратор. Посмотрим. И на этом успокоимся. Поднимем маленечко иголку ему. Ох, заслонка металл. Торверта мощь. 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 Сейчас сниму. Посмотрю. И все. Так. Отпустил я два хомута. Один перед карбюратором. Другой от воздухана. Попробую его сейчас вытянуть. Резинки довольно мягкие. И карбюратор как бы вывалился без проблем. Ох, вот это диффузор. Сколько вон коней. Такое ощущение, что он не 250 кубов. А побольше. Под такой диффузор. Фару разбираем. Смотрим. Ну, грязь есть. Вода. Вот она, наверное. Вот она. Вся его проблема. Вода. Вода. Вода и грязь. Видно карбюр. Я, скорее всего, думаю, что это уже было, а я на мопедах. Прыгаешь на кочках, капля воды попадает в жихлер и он глохнет. Много ли ему надо? Вода. Вот, я думаю, скорее всего, дело в воде было. Сейчас профухаю, продую и соберу. Раз. Оборот. Полтора. Все. По стандарту все стоит. Тут у него загоревший. Сюда надо пукнуть ВД-шкой. Вот, фукнул маленько ВД-шкой. Вот эти места такие вот. Надо иногда откручивать. О, о, вот она. Вот она, закись. Закись, окись. Сейчас соберем обратно. И будет он летать дальше. Дело было все в воде, вон грязь. Но за маслом все равно пусть следит. Это он так легко отделался. Вот такая есть кривая переливка. Ну да. Перелив так боком стоит. Первый раз такой карбюратор вижу. Вот там надо поковырять. А завелся он, наверное. Я вот этот болт откручивал, проливал. Перед заводкой проливал карбюратор. Я залил под свечку бензина. И слил отсюда вот в аду. Может он из-за этого и завелся. Потом он помаленьку, помаленьку на холостых и пробзделся. В общем, карбюратор и конденсат. И ничего больше страшного. Обязательно вот этот же хлёшик надо продувать во всех. Это на холодный запуск. Вот. Ну и всё как бы всё подсохло. Всё высохло. Ставим всё обратно. Всё тут хорошо. Просто немножко водички. Жихлёрчики все чистые. Была вода и на болту горючки было что-то тоже попавшее, что-то накисше. Потому что ездит он не часто. Оно видно закисло. Сейчас мы всё это закрутим. Подниму я ему иголочку ещё на одно деление. Пусть побольше будет горючки. Он будет повеселей работать. И поприёмности станет маленько. Повеселей работать и будет заводиться получше. Всё. 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 Закручиваем. Вот. Вода может делать такие проблемы. Она может спокойно лежать в подстойнике. Но в один прекрасный момент просто на кочке подпрыгиваешь и жихлёр засасывает эту каплю. И всё. И ты теряешься и не знаешь что произошло. А по сути ничего страшного. Просто надо почистить карбюратор. И какие бы ты там фильтры не ставил. И сеточки и фигеточки. Всё равно вода скапливается. Конденсируется. Влажная погода. Тем более с таким соплом. Всё равно она будет там присутствовать. В маленьких-маленьких количествах с бензином. Там через сетки через все. Полтора оборота. Всё. Собираем, ставим. Сейчас иголочку я ему ещё подниму. Ох, ну заслонка-то. Кусок латуни. Кусок латуни. Огромный кусок латуни. Хотя тут и так уже поднят. Ну подним ещё на одно деление. Хуже от этого не будет. Много товарища у одного был. Такой бандит 250 кубовый. И он на холостых не работал вообще. Просто не работал. Заводился иглох. Газу даешь и едет. Хороший новый мопед. На холостых не работал ни в какую. Я под эту иголку гайку подложил. Четвёрку. Чтобы иголка поднялась на целую гайку. И тогда он стал работать. Вот такие бывают чудеса. Так что побольше бензина. Много тоже плохо он будет подстраивать. Но такие прожорливые мотоциклы любят побольше. Тем более они агрессивные. Им надо более быстрый впрыск. Так что зря я. А не влезет. Пихаем его обратно в резинки. Обратно его в резинки пихаем. Резинки все мягенькие. Оп. Оп. Прекрасно. Очень. Вот какой-то. Все таки что. БСЕ. Я убедился. Наверное они самые такие. Самые такие БСЕ. Вот они хорошие. Что. Вот эти 125. 140 кубов. Ну правда мне и сравнивать нечего. Я знаю у меня. Ко мне приезжал. По-моему. Коя эти. Коя или как-то. Питбайк и БСЕ. Вот БСЕ мне понравился больше. И они как-то сделан. Более. Крепче что ли. Более. Профессиональный. Ладно. Закручиваю. Подключаю. И собираю. Так. Ну. Пробуем. Бак я поставил. Подключим. Сейчас аккумулятор. Может быть. Первый раз. Подольше. Пока. Прольется. Там все. Свечку я закрутил. Пробуем. Ну все. Собираем до конца. И пробуем. Так. Ну что. Едем. Едем. Слушайте. Какой он страшный. И большой. Такой. Соленой. Сразу назад. Чем встанет. Да. Соленой. 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 Вот это сила! Просто сумасшедший мопед, я даже не знаю как на нем ездить, это просто жопа какая-то, а не мопед. Субтитры сделал DimaTorzok Просто жесть, анимопед. Продолжение следует... 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 Ну пятака около дома крутнем, здесь места мало. Ну просто, просто сердце. Ох, ну пара. Другая? Нормально? Не заводится. Все, да, сломал. Ну. Смотри, там у меня божки. Смотри, там у меня божки. Так, приехали, но почему-то перестала заводить кнопка. Почему-то перестала работать кнопка стартера. Будем разбираться. Короче, не знаю почему, но умер аккумулятор. Просто вот только что заводил и перестал заводить. Или то, что его боком везли, потом я погонял по ямам по этим, растресся, наверное, и осыпался. Ну он просто перестал заводить. Вот подключаю машинный заводится. Вот подключаю машинный. Включаем. Отключаю. Вот там фара горит, вот видно. Нажимаю, вот фара гаснет и все. Аккумулятор не тянет. Вот так вот бывает. Аккумулятор просто чик и умер. Ну а что сделать? А так все. В карбюраторе вода и свечка. Свечка была пробитая. Она вот на одном из дыханий была. Вот. А так мопед. У меня поджилки до сих пор трясутся. Просто сумасшедшие. Просто это, просто огонь. Огонь какой-то. Ну там вот тех горок мало. Вот. Были бы такие хорошие трамплины. Дорога хорошая. Вот там бы погонял бы. А это ну. Дорога хорошая. Существует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok